Девушки отдыхают Девушки отдыхают В последующие 3-4 года события будут стабилизироваться. Ситуация успокоится. Неважно, какие сложности, проблемы сейчас есть в стране, это только во благо России. Это ради блага населения, ради этой страны. Сейчас очень сильные вибрации. Сейчас происходит процесс восстановления космической справедливости. Положите просто пальчик на свои глаза, ну примерно вот так вот, вот положите, вот так вот. Делайте. Девушки отдыхают Миллион самых недовольных покинул российские пенаты с февраля 2022 года. По данным ООН, совокупно в миграции скопилось более 12 миллионов россиян. Те, кто голосует ногами, строят за железным занавесом Россию-2. Пока она аморфная, незрелая, непонятная. Но это та самая антироссия, о которой умалчивают. А вы, извините, по какой причине приехали? Слушайте, ну причин много. Основная всем известна. Называемая спецоперация. Резонно продолжить. Миф об Украине, как некой антироссии, как раз запущен с целью отвлечь внимание от забугорной российской протестной Атлантиды. В детских садах, когда воспитатели высаживают детей в форме буквы «З» и дают им плакатики, вот это с буквы «З», это уже тоже какой-то маразм. Там сейчас идет очень сильная пропаганда, направленная на детей. По Конституции пропаганда детская запрещена. И то, что разрешены мирные собрания, митинги, тоже нарушается. Туземному населению РФ внедряется тезис о донастройке разных сфер общественного бытия к новой нормальности. Нужно жить под санкциями, безвыездно, а много вариантов выбора товара в магазине – вредный путь, сродни политическому плюрализму. Зажрались! Одна страна, один президент, одна победа. Если кто еще не понял. Одна страна, один президент, одна победа. Один народ, одна империя, один фюрер. Одна страна и ее будущее, один президент и одна победа. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Молчание интерпретируется властьимущими как знак согласия. Самое распространенное убеждение типичного жителя Замкадья – «Оставьте меня в покое, и Путин работает хорошо, так как стреляют и убивают пока не нас». Поскольку россияне сейчас ни рыба, ни мясо, можно в любой момент заявить о полном и методичном решении всех задач спецоперации и переключить их на тему угрозы НАТО на Балтике или японских происков на Курилах и так далее. «Такую спецоперацию можно на Балтике провести, но шабалтийцы очень ненавидят нас и беспричинно причем». Тут пригоден опыт ухода из Афганистана в 1988-1989 годах. Еще проще пропихнуть замораживание СВО. Ведь нужно как-то обустраиваться на оккупированных территориях, а резервов для наступления нет. Для этого полезно повторить крымский шаблон. Оба варианта относительно безболезненны для Кремля. Тем более вывод российских войск как жест доброй воли будет позитивно воспринят в мире. «Не стоит думать, что это было отступление. Это был исключительно шаг доброй воли, постепенно перерастающий в бег доброй воли». Наконец, можно и радикализировать вторжение. Принять сторону партии войны и дальше бросаться в омут безумия. С самыми непредсказуемыми последствиями. «Нам и двух-трех часов для этого хватит». Хоть сторонники интенсификации агрессии немногочисленны, но они сильнее всех визжат, играя на имперских эмоциях. Они подобны змею-искусителю, который после грехопадения спрячется в сторонке. «На что готов ради страны?» «Умереть». «Не, ну на такой я не готов еще пока». «Почему?» «Страшно». Секретом Полишинеля стали сведения британской разведки об опале Шойгу из-за тотального провала в Украине. Он действительно превратился в токсичного персонажа, которого хотят убрать ястребы, мечтающие поставить всю Россию под ружье. Парадоксально, но Шойгу удобен им, чтобы метать в него стрелы, а вот влезть в его шкуру желающих не густо. В целом, скажем так, ситуация под контролем. Пока, правда, не могу сказать, по чьим именно. Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть, предложить прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон. Без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. Белорусы не агрессоры. Но оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать. Около пяти утра госграница Украины, участки России и Беларуси подверглась атаке стороны российских войск, которые поддерживаются Беларуси. Мерзавцы крайне. Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Всячески поддерживать. Нет, мы не собираемся принимать специальные операции вооруженности в Российской Федерации. Мы, если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах. Мы никогда не придем к вам на танки. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы и сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Поэтому та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, я это честно, откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, генеральным штабом России, скорее всего, я же только это из СМИ знаю, задействована в этой операции. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены две или три ракеты. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Продолжение следует...